всем доброго дня дорогие мои друзья сегодня был такой случай маленькое короткое видео об одном случае как-то я снимал про маршрутку то что там люди набиты битком и так далее так вот сегодня я пошел на рынок где стоят но на стоянку на рынке где стоят вот эти данные маршрутки я предупредил диспетчера то что я буду стоять на остановке возле моста то есть на малом на малом ганюшкине возле моста на что мне диспетчер ответил да конечно без проблем я предупрежу водителя и так далее то есть водитель остановится все хорошо едет маршрутка то есть я стою время 12 часов как положено едет маршрутка 1 маршрутка который ехал на котяевку я она остановилась я у нее спросил на кудряшова нет на кудряшова сзади едет хорошо я останавливаю заднюю маршрутку на что мне водитель показывает типа нету нет мест нету да согласен сидячих мест нет но люди-то стоят у них 5-6 человек стоячих был он мне показывает место нету то есть как это понимать или же водитель получил втык в тот день от того что у него слишком много стоячих или же просто не хотел останавливаться на остановке не на проезжей части а на остановке оборудованный кармашек остановка он просто-напросто проигнорировал не знаю может кто-нибудь услышит может кто-нибудь увидит это видео может все-таки дойдет видео до так сказать директора или хозяина этих маршрутов номер маршрутки я конечно не запомнил то ли 224 то ли 442 что-то такое вот этот маршрутка там был ну водитель в возрасте не молодой парень а в возрасте водитель и он не остановился просто-напросто проигнорировал мою просьбу на остановку тем самым мне пришлось идти на рынок уже с этой стоянки идти на рынок и оттуда уже садиться на такси да согласен я уехал да все нормально я доехал все но цены конечно бьют по карману да я водитель такси тоже но на данный момент я сейчас на ремонте и так как я водитель такси и это единственный доход который мне приносит прибыль исходя из этого то что я на ремонте конечно же это убыток по карману и на такси конечно же не выгодно я просто хотел поехать бюджетным способом то есть на такси это мне во вошлось бы в 350 тенге а на маршрутке той на такси мне обойдется это 700 500 тенге на маршрутке мне это обойдется в 350 тенге естественно лучший способ доехать эта маршрутка но когда нету маршрутке конечно же лучше и на такси зато с кондиционером и со всеми удобствами да согласен я не против таксистов я не против того то что цены такие на такси цены на такси это даже дешевые 500 700 тенге это очень дешевые цены минимальная цена с кудряшова до ганюшкина должна быть как минимум тысячу тенге потому что некоторые люди не возвращаются естественно оттуда уже люди не наберешь и тем самым чтоб хоть что-то у тебя оставалось потому что для четырехместной машины по 500 по 700 тенге это очень дешево и самая оптимальная нормальная цена это 1000 тенге но люди на это не соглашаются некоторые требуют патент некоторые требуют там еще что-то без проблем можно этот патент оформить у меня он есть этот патент некоторых нету я могу и билеты выдавать могу и не и печать и патент у меня все есть так как я официально таксист но на себя конечно работаю у меня свое вип я на себя работаю я просто к чему это видео хотел снять к тому то что водитель маршрутки проигнорировал мою остановку то есть то что я его хотел остановить и хотел доехать на маршрутке я более того то что я уверен что он взял других пассажиров потому что есть остановки еще после малого ганюшкина на самом малом ганюшки не только четыре остановки 3 до три остановки на малом ганюшки там идет уже возле школы а уезову тоже еще есть одна остановка и также на красивых есть одна остановка и больше чем уверен то что там тоже он брал людей пассажир потому что там тоже люди стоят но почему проигнорировал мою остановку это остается большим вопросом это видео был снята ну чтоб она дошла просто напросто до руководства данных водителей маршрутных автобусов то есть газелей всем большое спасибо подписываемся кто не подписался подписываемся нажимаем на колокольчик всем огромное спасибо за просмотр